Успешная сдача централизованного тестирования – заветный билет в счастливую студенческую жизнь для тысяч выпускников. Экзамен непростой и требует от абитуриентов хорошей подготовки, прочной знаний по профильным предметам. Не лишним будет добавить в этот список и прохождение репетиционного тестирования, особенно если в его структуру вносятся какие-либо изменения. Так уже во втором этапе пробного экзамена колонка ответов на вопросы части B станет заметно больше. Область А сократилась, увеличилась область Б, то есть, соответственно, количество заданий в области Б увеличилось. По сравнению, так скажем, с предыдущими тестированиями и так далее. Что касается самих тестовых заданий относительно физики и математики, там появились задания, в которых может быть вариантов ответов более одного. То есть, может быть один, может быть и два. То есть, в принципе, на это надо будет обратить внимание, поскольку ранее только русский и белорусский языки, они имели вот эти вот отличия. То есть, соответственно, ответов могло быть больше, чем один. Регистрация на репетиционное тестирование сохранит свой формат онлайн. На основании заполненных на сайте Республиканского института контроля знаний и данных координаторы формируют списки желающих пройти пробный экзамен. В связи с эпидемической ситуацией в аудиториях предусмотрен специальный вариант рассадки. За одной партой теперь решает тест только один абитуриент. Поэтому проходить регистрацию лучше заранее, чтобы попасть на удобную для вас дату. Мы начали в этом году чуть пораньше, и по сравнению с прошлым годом активность была достаточно, в общем-то, высокая. Но, если брать общие цифры, естественно, она немножко поменьше. Почему? Потому что, опять же, вот эти вот ограничения по размещению абитуриентов в аудитории, поскольку мы их рассаживаем по одному за парту, то есть они сидят уже не по двое, по одному. То есть вот эта вот вместимость, она немножко, как скажешь, может быть, в некотором смысле и смущает ребят, как говорится. Почему? Потому что при регистрации стоит ограничение места. То есть может получиться так, что просто человек не успевает пройти регистрацию, он не попадает на этот этап. Но, тем не менее, мы стараемся сделать расписание тестирования так, чтобы можно было поучаствовать, или хотя бы, так скажем, порешать хотя бы один вариант, сколько, как правило, вариантов два. Но хотя бы, чтобы один вариант в этом этапе можно было рассмотреть, порешать. Естественно, к концу этапа РИКС предоставляет уже разбор ошибок, и уже абитуриенты могут распечатать тестовое задание, ну и в итоге уже поработать с преподавателями, поработать с репетиторами и так далее, чтобы дополнительно еще, в общем-то, как-то этот вот тест разобрать. Сдать пробное тестирование можно и в онлайн формате. Это будет удобно для тех, кто не сможет присутствовать на очном проведении испытания по разным причинам. Хотя обстановка, конечно, не та, именно поэтому сотрудники регионального центра тестирования предлагают прийти на этап в оффлайн-режиме. Во-первых, это хороший вариант посмотреть на всю процедуру прохождения экзамена изнутри, а во-вторых, постоянный контроль не позволяет расслабиться или подсмотреть забытое в книгах или в сети интернет. Онлайн прохождение тестирования, оно отличается единственным тем, что здесь, в данном случае, мы выполняем работу на листе бумаги, то есть на планке ответов, который уходит в минус на проверку, на верификацию. Онлайн, соответственно, идет работа с интернетом, компьютером, и авиатуриент получает сразу свой результат. Это возможность дана для того, чтобы, если человек болеет, например, либо не рискует пойти где-то, скажем, в пункт прохождения тестирования, либо боится каких-то массовых собраний, что ли, он может быть дома, сесть за компьютер и пройти тест. Стоимость участия в репетиционном тестировании составляет 7 рублей 60 копеек за один учебный предмет. Уточнить время и даты проведения испытаний можно на сайте РИКС, либо планируемого пункта прохождения тестирования.